Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале «Карибу» в студии Анны Корнетова. Коротко о главных темах этого выпуска. Режим повышенной готовности введен в Магаданской областной больнице. Почему родственников не пускают к пациентам? Расписаться теперь можно не только в ЗАГСе. Торжественные мероприятия проводят и на выездных площадках. Ёлку желания зажгли в молодежном центре. Осуществить мечту ребенка может каждый. В Магаданской областной больнице введен режим повышенной готовности. Об этом сообщил главный врач Сергей Тимофеев. Он объяснил, по какой причине было принято такое решение и какие ограничения за ним последуют. В течение последних недель мы отмечаем подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Могу сказать, что в настоящее время достаточно большое количество пациентов находится у нас в инфекционном отделении. И если прошлый год в это время мы с вами все героически боролись с ковидом, то сейчас на первый план вышел грипп. Есть много пациентов с тяжелыми гриппозными пневмониями. Как правило, это не вакцинированные, не получившие вакцинацию от гриппа пациенты. Также мы отмечаем случаи заболевания гриппом и в других отделениях Магаданской областной больницы. Ну и, соответственно, в связи с этим приказом главного врача в настоящее время, введен в учреждение режим повышенной готовности, мы отменили посещение. Если пациентам требуется охота родственников, то посещение осуществляется только по пропускам, которые подписываются руководителем структурного подразделения, для того, чтобы максимально постараться оградить наших пациентов, а многие из них имеют тяжелые хронические заболевания, от заболевания вирусной инфекцией уже непосредственно в стенах медицинской организации. И снова в редакцию нашего телеканала обратились жители Сусумана и опять с жалобой на огромное количество безнадзорных собак. Об этой проблеме мы рассказываем уже около года, и еще летом представители местной администрации обещали ее решить, но с тех пор свор меньше не стало. Собак стало еще больше. По словам сусуманцев, прошлой зимой они не знали, куда деваться от безнадзорных свор, но сейчас все еще хуже. Голодные, злые и замерзшие животные стали еще агрессивнее. Напомним о том, что в городе построят приют, говорили и руководитель управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа Александр Сорока и глава администрации Игорь Пряников. По словам первого, учреждение должно было открыться в июне, второй рассказывал, что работы завершат в июле. К нами было принято решение приобрести быстро возводимый ангар. Ангар уже поступил к нам в Сусуман, и мы для себя установили сроки до 10 июля его уже смонтировать. Для этого мы подобрали бригаду, кто эту работу будет производить, и, соответственно, изыскали у себя в бюджете деньги, для того, чтобы произвести оплату за данный вид работы. Также, значит, проработали вопрос приобретения вольеров для последующего размещения отловленных собак. И после этого мы планируем сложить обязанности по отлову собак на наше муниципальное предприятие «Универсал», которое в последующем будет заниматься уже данным видом деятельности. Но быстро возводимый ангар сдали в эксплуатацию только в октябре. Как рассказал Александр Сорока, это не приют, а пункт передержки, где содержат стерилизованных и особо агрессивных животных. Особей кормят три раза в день. Помещение отапливается, установлено вентиляционное оборудование, так как окна не предусмотрены. Но по словам руководителя управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территорий Сусуманского городского округа эти меры, конечно, не могут существенно повлиять на количество сфор на улицах города. Сразу эта проблема безнадзорных собак не решится. По законодательству отловленные собаки после того, как стерилизуются и пройдут передержки в течение 10-15 дней, подлежат выпуску вместо отлова. Поэтому собака стерилизованная, кто скажет, что она станет менее агрессивной и края это когда-нибудь агрессивно в отношении человека. Поэтому мы приняли решение собак, находящихся на территории, помимо того, чтобы проводить стерилизацию, дабы не допускать их размножения, оставлять в этом приюте на содержание пожизненное. Ну, либо пристраивать их к новым владельцам, новым хозяинам. Кстати, к нам обращались за летний период порядка там 6-7 человек за собаками. Мы им передавали отловленных животных. Сразу это не решит проблему безнадзорных животных. Их надо просто убирать с улиц населенных пунктов. По крайней мере, чтобы не было в таком количестве их огромным. Александр Сорока добавил, что приют в виде вольеров с будками под открытым небом для постоянного содержания бездомных собак планируют построить следующим летом. А ангар будут использовать только для передержки животных после стерилизации. Но пока этого не произошло, люди по-прежнему боятся выходить на улицу. Стаи, которых за лето стало еще больше, вновь оккупировали старые места, в частности теплотрассы. К слову, ремонтировали их, если это можно так назвать, только вот некоторые участки остались открытыми, естественно, животные растаскали утеплители и устроили себе норы. Отсюда еще одна проблема – холод в квартирах. Не меньше сусуманцев беспокоит антисанитария. Повсюду в городе валяются разодранные мусорные пакеты и еда, которую щенкам и их родителям выносят неравнодушные люди, превращая место, где кормятся дворняги, в особо охраняемую территорию, а точнее, особо опасную для населения. И страшнее всего за детей, ведь этот кошмар происходит практически на каждой улице и почти у всех социально важных объектов, в том числе возле школ и детских садов. Кончится ли когда-нибудь этот ужас, колымчане не знают, поэтому вновь обращаются к властям с вопросом. Может быть, пора все-таки принять более решительные меры? Олеся Хитагурова, Виталий Моряков. Специально для Карибу. Гуманитарная помощь от колымчан продолжает поступать в подшипную Ждановку. Продукты питания и средства личной гигиены передают в соццентр, затем их получают нуждающиеся. Подробности в материале Олега Дудника. Распишитесь, пожалуйста. Сегодняшнее число. В августе этого года в Ждановку Донецкой Народной Республики прибыла первая партия гуманитарной помощи из Магаданской области. Выдача нуждающимся производится в местном центре социального обслуживания. Все люди очень благодарны Магаданскому округу. Люди воспринимают благодарность. Скажите, пожалуйста, состав такого комплекта гуманитарной помощи, что входит? Консервы, макароны, сгущенка, крупы всякие разные. Ну, все самое основное. Продукты из расчета на 1850 наборов были закуплены в центральных регионах страны и доставлены на Донбасс. В Ждановке уже с помощью сотрудников социальных служб расфасованы и согласно утвержденным спискам наиболее нуждающихся категорий населения выданы людям. Мы, говорю, получаем минималку. Нам, говорю, очень нужна помощь, очень. Потому что война, стреляют, прячемся. Мы ходим очень-очень, говорю, и страшно, и жалко за своих детей. У меня внук, говорю, воюет тоже в Херсоне, под Херсоном. Поэтому, говорю, очень нужна помощь. Спасибо вам большое, Магаданской области, мои хорошие. Вес одного продуктового набора, также включающего в себя и некоторые средства личной гигиены, около 13 килограммов. Но главная ценность нашей помощи не в килограммах и не в штуках переданной гуманитарке. Для людей самое важное другое. Говорю, за детей страшно, говорю, за всех. Мы даже не знаем, говорю, что было, если бы, говорю, не было бы, говорю, России, не пришла к нам. Говорю, у нас бы, говорю, тоже, говорю, смели бы, с лицом земли. Как у нас люди разговаривают, как говорят, мы бы уже давно гнили бы. Олег Дудник специально для Карибу. Ждановка, Донецкая Народная Республика. Спасибо большое. Торжественную церемонию бракосочетания теперь можно провести не только в ЗАГСе, но и на выездной площадке. Сегодня в Муниципальном центре культуры прошло первое подобное торжественное мероприятие. Побывала там и Олеся Хитагурова. Первыми молодоженами, у которых появилась возможность провести церемонию бракосочетания вне стен ЗАГСа, стали Василия и Александра Глушюк. По их словам, это очень удобно, особенно для тех, кто хочет пригласить много гостей или выбрать самое красивое место в городе. Я вам прямо даже скажу с практической точки зрения, потому что мы пытались тоже найти, когда планировали, думали, как нам организовать наше мероприятие. Мы столкнулись с проблемой вообще локаций в нашем городе. У нас была идея снять дом или какую-то площадку. Вот с площадками нас не так много. Если есть возможность взять красивую церемонию в красивом здании, это, мне кажется, для нашего города очень ценно. Но вообще, если люди, особенно молодые люди, моложе нас, хотели бы в это торжество, пригласить много гостей и можно все в одном месте сделать, это, мне кажется, уникально. Клятвы в любви и верности, обмен кольцами и первый поцелуй в качестве мужа и жены. Под аплодисменты родных и друзей Василия и Александра получили свидетельство о заключении брака. С днем свадьбы семью Глушук поздравила чета Левченко, прожившая в браке 55 лет. Живите дружно, мирно, любви вам на все долгие годы. Теплые слова прозвучали и от представителей власти. Совет для любви. Но в этих двух словах содержится все, что вы должны, обязаны делать сейчас. То есть все только вместе, только по взаимному совету. Действительно, как сказали наши изумрудные юбилеи, что не всегда это будет гладко, не всегда это будет. Надо находить компромиссы, надо любить друг друга, уважать друг друга. Ну и как по своей первой профессии врач-педиатр, я хочу поддержать те пожелания, чтобы у вас было как минимум трое. Как минимум трое детей. Как рассказала руководитель департамента административных органов Магаданской области Наталья Болгова, воспользоваться возможностью проведения регистрации брака на выездной площадке могут все магаданцы. Ранее в федеральном законодательстве была предусмотрена возможность торжественной регистрации. Эта полномочия добавилась. И в октябре этого года приказом департамента был утвержден порядок торжественной регистрации брака, где главам городских округов предоставлено право и возможность определить все площадки, на которых также может проводиться торжественная регистрация брака вне стен органов ЗАГС. То есть это могут быть любые площадки, которые под это подходят. Да. И, конечно, сегодня такой знаковый момент, то есть первым реализовал эту возможность и предоставил для наших дорогих жителей, молодоженов Юрий Федорович Гришан, муниципальное образование город Магадан. То есть нас дружелюбно принял муниципальный центр культуры, открывает эту замечательную, надеюсь, которая станет традицией в Магаданской области. И такая возможность сегодня будет предоставлена. По словам Натальи Болговой, процедура подачи заявления на регистрацию брака для молодоженов, которые решат провести торжественное мероприятие вне стен ЗАГСа, не изменится. Но появится дополнительная опция. Сейчас ведется работа по определению площадок, которые смогут выбрать магаданцы. Олеся Хитагурова и Илья Пачин специально для Карибов. Магаданцев приглашают принять участие в благотворительной акции «Елка желаний» и таким образом осуществить мечты десятков детей. Их сокровенные желания уже написаны на открытках, развешанных на главном атрибуте праздника – новогодней ели. Ее установили в молодежном центре. Традиционная, ежегодная, добрая акция. В течение уже пяти лет мы ее реализуем. Абсолютно любой человек, который хочет сделать под Новый год доброе дело, исполнить желание ребенка, может прийти в молодежный центр, снять открытку с желанием новогодним ребенка и, собственно, ее исполнить. В этом году мы ожидаем более 400 желаний будут исполнены. В этом году у нас в акции принимают участие ребята, находящиеся на воспитании в детских домах и социальных учреждениях. Также ребята из семей военнослужащих. И впервые в этом году в акции «Елка желаний» принимают участие дети из подшефной территории города Ждановка в Донецкой Народной Республике. Также больше 50 ребят поделились с нами своими новогодними желаниями. И все желающие смогут их исполнить. Когда вы снимете открытку, вы увидите желание ребенка, на открытке будет QR-код, вы сможете по нему пройти и более подробно узнать об этом ребенке, где он учится, как он учится, какие-то его личные особенности. После того, как вы приобретаете подарок, вы можете его передать здесь, через волонтеров молодежного центра. Мы, собственно, все эти подарки передаем уже непосредственно детям. И в течение декабря каждый день будет работать «Елка желаний». И даже до Старого Нового года мы продолжаем эту акцию и можно поучаствовать и исполнить желание ребенка. Далее информация о погоде. Не переключайтесь. Новый год. Это все на сегодня. Мы продолжим следить за развитием событий. Смотрите телеканал «Карибу». Скоро будут новости.